Друзья, привет всем! Сегодня мы поговорим об очень-очень важной ошибке. Назву эту ошибку ошибка будущего. Я писал об этой ошибке в Инсте, но это настолько важно, что нужно разобрать это вот в отдельном видео. Люди, которые живут только одними мечтами, которые очень много живут в будущем, ничего не добиваются. Они страдают, очень много визуализируют, очень много мечтают, и это их убивает. Ребята, это очень важно. Есть вот грань. Из-за этого у вас ничего не получается. Вы мечтаете, вы мечтаете, но вы в депрессии, у вас нихрена не идет, и вы страдаете. Обязательно смотрите это видео до конца. Может, именно это видео изменит вашу жизнь. Я эту ошибку осознал через книгу. Надеюсь, вы осознаете эту ошибку через мое видео, и оно реально вам поможет. Смотрите, в старой песне есть такие слова. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Миг, здесь и сейчас. Это, ребята, жизнь. Прошлого нету. Что было там два года назад, час назад. Все, этого нету. Это ушло. И будущего нету. Будущее еще не наступило. Люди, которые живут в прошлом, знаете, таких людей. У всех у нас есть такие знакомые. Вот раньше было, вот раньше были времена. Они очень много страдают. Они вечно недовольны тем, куда движется мир. Они не хотят вот это воспринимать. Ну, в основном, это люди пожилого возраста. А есть и такие, которые застряли в будущем. Это тоже очень опасно. Вот я стану миллионером. Вот в следующем году у меня пойдет бизнес. Вот я, я, я. И они живут только в будущем. Они живут одними мечтами. Они там много визуализируют. И у них нихрена не получается. Реальность, реальность их опускает. И вот когда они мечтают, визуализируют, у них вот здесь неприятный осадок. Разрыв слишком большой. Вот у них есть мечты, у них есть реальность. И реальность их жестко приземляет. Ребята, это очень-очень важно. Я сам попался в эту ошибку будущего. Я жил одним будущим. Вот я визуализировал, я мечтал. Я миллионер, я миллионер. Ну когда, ну когда я уже перейду на новый уровень? А ничего не происходило. Я как жил в дерьме, так и оставался жить в дерьме. Ничего не менялось. Я расклеил визуализацию. Я мечтал. Я каждый день делал мантры. Каждый день визуализировал. Все делал, но ничего не происходило. Чем больше я это делал, тем мне было сложнее. Почему? Потому что вот я это делал. Я визуализировал, визуализировал. Просыпался, вижу реальность. Реальность меня жестко приземляла. И вот я знаю эту проблему. Ко мне люди обращаются с этой проблемой. Говорят, Тарас, что за фигня? Я читаю, я визуализирую, я мечтаю, я живу там одним будущим. Ни хрена не выходит. И ничего не выйдет. Ребята, ничего не получится. Потому что реальность вас будет приземлять. Помните, я вам говорил, чтобы визуализация работала, вот здесь должно быть хорошо. Вы мечтаете? Вам на душе хорошо. Вам на душе спокойно. Но если вы мечтаете, вот миллионы, 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 а потом перешли с работы, да? А никаких миллионов нет. Вы живете в дерьме, у вас кредиты, у вас долги. Все это вас приземляет. Вы мечтаете, но вам здесь тяжело. Ничего не получится. Я вам говорил, когда у меня произошел переломный момент. Когда я читал книгу. Я читал книгу, и там были слова. Будь спокоен и знай, что ты Господь. Что ты Господь в своей жизни. Успокойся. Нужно успокоиться. Нужно жить здесь и сейчас. Пока вы не успокоитесь. Пока вы не отбросите будущее. О будущем нужно мечтать. Нужно визуализировать. Но нужно жить настоящим. Вы должны знать. Вы должны знать, что вы будете богатым. Вы будете миллионером. Все, успокойтесь. Если вы живете по новой концепции, да? Если вы изменили свои привычки. Все, если вы начинаете развиваться. Все к вам придет. К вам придут деньги. К вам они придут. Вам не нужно знать, когда. Вам нужно знать, что это будет. Я в один момент прекрасно успокоился. Помните, я вам говорил. Просто вот на несколько секунд. Я просто почувствовал такую легкость. Такую свободу. Я вот читаю вот эти вот слова. И просто вот все эти мечты. Они просто приземлились. Не то чтобы приземлились. Я их отпустил. Все. Все будет нормально. Чувак, все хорошо. Ты встал на правильный путь. Все у тебя получится. Успокойся. Ты и здесь, и сейчас. Ты читаешь книгу. Ты делаешь правильные действия. Ты работаешь над собой. Ты делаешь правильные действия. Ты пошел, отложил один доллар. Ты сделал правильное действие. Ты вот в настоящем формируешь свое будущее. Понимаете? Все нормально. Успокойтесь. Все у вас получится. Отпустите эти мечты. Вы должны знать. Все у вас будет хорошо. И жить в настоящем. Ценить настоящее. Вот это тонкая грань. Тонкая грань. Но вот нужно ее почувствовать. Подумайте еще раз над словами. Есть только миг между прошлым и будущим. Этот миг. Здесь и сейчас. Вы живете здесь и сейчас. И если вы сейчас недовольны, вы этот миг переносите в следующий миг. Вы завтра будете недовольны. Послезавтра вы будете недовольны. Вы будете всю жизнь недовольны. Вы будете всю жизнь страдать. Вам нужно изменить это. Сейчас начинать благодарить. Сейчас. В этом моменте. Если вы сейчас благодарны, вы переносите эту благодарность в следующий миг. Понимаете? Если вы сейчас отложили доллар, вы позаботились о своем будущем. Вы новые привычки формируете. Ловите себя в моменте. Что я сейчас делаю? Какое у меня сейчас состояние? Как я к этому отношусь? Что я чувствую? Негодование или благодарность? Ловите. И если вы выработаете в себе привычку благодарности, эта благодарность будет переноситься. Если вы будете ценить то, что есть сейчас, если вы успокоитесь. Вы, да, должны мечтать, должны визуализировать, но вам должно быть хорошо. Вы должны представлять свою идеальную жизнь, но вам должно от этого быть хорошо. Вам не должно быть тяжело. Вот где-то мои деньги, но сейчас-то у меня нет денег. Блин, как мне плохо. Нет, офигенно все. Все у вас шикарно. Когда я это осознал, я начал просто благодарить за все. Я вот ем. Помните, я говорил гречку с яйцами. Какая офигенная гречка. Спасибо за эту гречку. Я благодарен в моменте. Этот момент, этот миг, он переносится. Если бы я был недовольный, мое бы недовольство дальше перенеслось. Дальше перенеслось. Дальше перенеслось. Понимаете? Я вот сижу за компьютером, работаю. Передо мной бумажка в 100 долларов. Вот я в моменте. Здесь только я и компьютер. Прошлого нету. Будущего нету. Передо мной купюра в 100 баксов. Я мечтаю там о 10 тысячах. Передо мной 100 баксов. Какие у меня должны быть эмоции? Позитивные или негативные? Позитивные. Я должен поблагодарить за эту купюру и сказать. Все четко, чувак. Ты всего добьешься. Классно. Спасибо за эти 100 баксов. У многих и такого нет. Положил. Сел за комп и работаешь. И работаешь над собой. Ты здесь в моменте. Все у тебя получится. Но будущего нету. И прошлого нету. Есть ты здесь и сейчас. И вот какие действия ты делаешь в моменте, если ты ценишь их, если ты благодарен, если ты это осознаешь. Если есть вот эта осознанность, все у тебя получится. Просто успокойся. Отпусти это. Я просто себя до такой степени, ребята, накручивал. Я вставал. Я миллионер. Я миллионер. Я это и сейчас как бы делаю. Но тогда это делалось по-другому. Я просто как бы вставал. Я не знаю. Я как бы жил в каком-то тумане, можно сказать. Тумане вот этого вот успеха. Вот тонкая грань, да. Я начитался книг. И в книгах говорится. Вот представьте, что вы уже миллионер. Вы должны полностью вести себя как миллионер. Я вот слишком жил в будущем. Я вот слишком много жил вот этим. Очень много. Все свое время я жил вот этим. Окружал себя прям вот этим. Всем, всем, всем. И как бы летал в облаках. Сейчас я тоже так живу. Но я отпустил это. Только я сажусь за еду. Не важно, что передо мной. Передо мной лобстеры. Передо мной гречка. Не важно. Хочется уже быстро покушать. После там тяжелого дня. Стоп, стоп, чувак. Поблагодари. Поблагодари. Осознай. Посмотри, что у тебя. Только я считаю деньги. Стоп, стоп, чувак. Посмотри на эти деньги. У тебя не было столько денег. У тебя целые, блин, пачки денег. Посмотри. Понюхай. Поблагодари. И потом посчитаешь. Это секунда дела. Когда я сажусь в автомобиль. Я сажусь в Мазерати. Я вот так вот беру руки. На руль. И благодарю. Я делаю вдох. Я хочу почувствовать запах машины. Я смотрю вот на значок Мазерати. Спасибо. Спасибо за эту машину. Спасибо. Это секунда дела. И дальше едь по своим делам. Но не забывай жить здесь и сейчас. Не забывай ценить то, что у тебя есть. Я для себя выработал такое правило. Если ты всегда будешь ценить то, что у тебя есть. Ты никогда это не потеряешь. Жизнь и вселенная тебе будет давать все больше и больше. Главное, чтобы ты все ценил. Ценил абсолютно все. И благодарил за это. Вот моя философия. Помните, я писал про парадокс Стокдейла? Этот парадокс описан в книге Джима Коллинза «От хорошего к великому». Стокдейл – это вице-адмирал ВМС США, который попал в плен к вьетнамцам. 8 лет они провели в плену. Он говорил, что умирали в плену. Знаете кто? Кто умирал в плену? В плену умирали оптимисты, которые жили одним будущим. Оптимисты умирали в плену. Вдумайтесь в это. Вот вам ошибка. Вот вам парадокс Стокдейла. Люди умирали, потому что они жили одним будущим. Они говорили, вот мы выйдем на свободу к Новому году. Наступил Новый год, они не вышли. А реальность их опускает. Они говорили, мы выйдем на свободу к Пасхе. Наступила Пасха, они не вышли. А реальность их опускает. Понимаете? Они очень много жили в будущем, жили в мечтах, но не выдерживали пыток настоящего. Поэтому они умирали. Их это разбивало. А знаете, кто выживал? Выживали те, которые знали, что выйдут на свободу. Они просто знали. Они не жили в иллюзиях. Они это знали. Они успокоились и жили в настоящем. Вот они вернулись на родину. Понимаете? Какая тонкая грань. Оптимисты умирали, а люди, которые знали, просто знали, но жили в настоящем, выживали. Так что, ребята, отпустите будущее. Мечтайте, визуализируйте, но живите в настоящем. Цените настоящее. Благодарите за то, что у вас есть сейчас. Вы на правильном пути. У вас все получится. Просто успокойтесь и знайте. Вы боги своей жизни. Вы решаете. Вы боги. Вы на правильном пути. Каждый из вас Господь своей жизни. Все у вас будет офигенно. Вы на правильном пути. Успокойтесь. Все у вас получится. И вот когда вы научитесь в этом моменте жить, вот тогда произойдет прорыв, потому что вы отпустили все эти сожаления, все эти обиды. Вас уже ничего не держит. Вы успокоились. Вам шикарно. Вы просто работаете над собой. Вы действуете. Вы топите. Вы двигаетесь только вперед. Вы мечтаете. Вам офигенно. Ваш мозг чист. Вы начинаете концентрироваться на важных делах. У вас появляется фокус. И вот тогда вы как ракета взлетаете и добиваетесь успеха. Ну что, ребята, на этом я буду прощаться. Надеюсь, вам это видео помогло. Если так, обязательно поставьте ему лайк. Поделитесь им с друзьями. Огромное вам спасибо за просмотр. За поддержку. Благодарю. Благодарю жизнь, что я вот сижу перед камерой, что я сижу в этом прекрасном номере. Благодарю, что вы цените мои видео. Спасибо вам огромное. Подписывайтесь на все мои полезные каналы. Ссылки в описании. Подписывайтесь на мой инстаграм. Там я пишу вот такие вот посты. И когда вот я вижу, что нужно эту тему разобрать, я уже снимаю вот такое вот видео. Подписывайтесь на основной канал Инстардинг. Нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Все у вас будет, ребята, хорошо. Я был на вашем месте. Я через это прошел. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok